Здравствуйте. Я поздоровалась с вами по-японски, потому что сегодня мы поговорим о чудесных архитектурных памятниках этой уникальной во всех смыслах страны, страны восходящего солнца. Нихон, как называют свою страну японцы. Для нас Япония загадочная страна, окутанная ореолом сказаний и легенд о божествах, о духах, о самураях и императорах, о прекраснейших женщинах и не менее прекрасных природных объектах. Страна со сложной историей, с уникальной культурой и эстетикой, страна многомиллионных городов и потрясающе тихих уединенных мест, страна древней культуры и новейших технологий. Япония государство островное, которое омывается со всех сторон водами морей и Тихого океана. Страна с уникальным климатом, с уникальными природными богатствами. И культура Японии также уникальна. И, пожалуй, архитектура это самое яркое тому подтверждение. Храмы, о которых мы сегодня успеем поговорить и, конечно же, те, о которых мы не успеем поговорить, потому что их бесчисленное множество и все они прекрасны и достойны внимания. Так вот, японские храмы, они поражают в первую очередь своей гармоничностью. Они идеально пропорциональны и, несмотря на свою простоту, они потрясают своей изысканностью. Они очень гармонично вписаны в окружающий их пейзаж, ландшафт. Высокие, низкие, многоуровневые, асимметричные, богато украшенные или, наоборот, скромные. Они не нарушают гармонию того места, в котором находятся. Они не нарушают гармонию этого мира. Наоборот, они не стараются выделяться и стараются всем своим видом, своим обликом показать, что они всего лишь часть этого мира и часть этого прекрасного большого разнообразия. Сегодня мы лишь прикоснемся к величию этих невероятно красивых архитектурных построек, архитектурных шедевров. Ну и продолжить это путешествие вы сможете уже самостоятельно, заинтересовавшись этой темой. И первый храм, о котором мы поговорим, это Тадайди. Тадайди – это самый большой в мире деревянный храм, деревянная постройка религиозного характера. Это прекрасный памятник буддийской культуры, находящейся в городе Нара. И, конечно же, он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. История этого великого архитектурного сооружения началась очень давно, еще в 743 году. И надо сказать, что в то время, в середине 8 века, буддизм в Японии приобретает широкое распространение и начинает оказывать огромное влияние практически на все сферы человеческой жизни, в том числе и на культуру. В то время город Нара, в котором располагается этот архитектурный шедевр, был столицей государства. И император, на тот момент император Сему, приказал построить огромную, возвести огромную статую Будды. Это 15-метровая статуя, которую еще называют Дайничи. Возвести эту статую для того, чтобы защитить свой народ от бед и невзгод, которые вот постигли Японию на тот момент. Для изготовления гигантской статуи потребовалось 437 тонн бронзы, 150 килограммов золота, 7 тонн воска и 70 килограмм ртути. Кроме того, конечно же, потребовалось несколько тысяч тонн древесного угля, много времени и еще больше рабочей силы. Ну и стоит отметить, что секрет этого поистине уникального памятника литейного искусства до сих пор не раскрыт. И хотя сохранились какие-то записи по строительству храма, по возведению этой статуи, все равно остается загадкой, каким образом люди на тот момент совершили вот эту вот невероятную установку 15-метровой золотой статуи. Строительство самого храма продолжалось более 20 лет, и это стало вот таким общенациональным делом, которое объединило весь японский народ. Храм был освящен в 752 году в присутствии императора, императрицы, в присутствии священнослужителей, конечно же, придворных, представителей всех японских провинций, и плюс были приглашенные гости из посольств Китая и Кореи. И долгое время этот храм был главной государственной святыней страны, и само название Тадайте означает «Великий Восточный храм». К сожалению, как многие храмы Японии, Тадайте пережил несколько пожаров. В 12 веке храм сгорел полностью. После того, как его построили практически заново, в 1567 году храм снова сгорел. И вот этот 15-метровый золотой бута простоял под открытым небом в течение почти века. После того, как началась реконструкция, реконструкцию, к сожалению, не закончили, и 200 лет храм еще стоял недостроенный, и, конечно же, заново пришлось его отстраивать потом. Самая последняя реконструкция началась в 1903 году, в самом начале 20 века. И эта реконструкция длилась почти 10 лет. К 1913 году храм был полностью отстроен заново и приобрел свой первоначальный облик. В храмовой сокровищнице хранятся многие древние предметы. Например, предметы традиционной японского искусства из бумаги и шелка. Есть древние документы, есть буддийские традиционные японские одеяния, ну и, конечно же, ювелирные изделия. Вообще-то, Дандия ежегодно привлекает большое количество туристов, которые приезжают сюда для того, чтобы насладиться этим поистине уникальным шедевром человеческой культуры и увидеть самое большое изваяние Будды в Японии. Чтобы перейти к следующему архитектурному шедевру, стоит напомнить, что религия – неотъемлемая часть жизни Японии, в том числе и современной. И поэтому многие архитектурные сооружения, многие религиозные постройки, храмы представляют огромную культурную ценность и являются национальным сокровищем страны, национальным ее богатством. Исторически сложилось так, что в Японии две религии, которые оказывают огромное влияние на жизнь японцев. И оказывали, и оказывают до сих пор. Это буддизм и синтоизм. Синтоизм играет огромную роль в жизни Японии до сих пор. И несмотря на то, что сейчас больше говорят о нем как о философском течении, тем не менее, его понимание основных принципов синтоизма – это залог понимания мировоззрения и менталитета жителей страны восходящего солнца. Ну и надо сказать, что поэтому синтоизм, так же как и буддийские храмы – это уникальная культурная особенность этой страны, которую нельзя пропускать. И для того, чтобы лучше их понимать, конечно же, стоит обратить внимание и на главные храмы. И сейчас мы увидим с вами абсолютно необычный храм. Храм, расположившийся на острове Ицекусима. Во внутреннем Японском море куда добраться до сих пор очень непросто. Чем же он необычен? А тем и необычен, что самым узнаваемым символом Японии до сих пор остаются стоящие в воде красные ворота, так называемые тории, святилища Ицекусима. Храм был построен в VI веке, ну приблизительно в VI веке, хотя точной датировки его строительства нет. Но приобрел свой вот такой вот облик, который мы сейчас можем наблюдать, лишь в XII веке, собственно, тогда и появились те самые священные ворота, тории, которые, собственно, и обозначают границу между миром живых и миром мертвых. И связаны с легендой о богине Аматерасу. Их регулярно обновляют. И вот последнее обновление было в 1875 году. Сам храмовый комплекс состоит из 17 белоснежных с красными крышами построек, сооружений. Все здания, все молельные здания установлены на так называемых террасах, которые, в свою очередь, находятся на сваях. Это связано с тем, что земля, которая располагается вокруг, считается для японцев священной. И осквернять ее постройками не разрешается. Это тоже связано с легендой о богине солнца Аматерасу. Ну и вот это вот величественное священное святилище Ицакусима является национальным богатством Японии. И с 1996 года тоже входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, привлекает огромное количество туристов, которые хотят насладиться этими прекрасными морскими пейзажами. Этой невероятной, красивой, изумительной природой вокруг самого храма, красотой самого храма. И, конечно же, увидеть эти невероятные красные ворота, которые отделяют мир живых от мира мертвых. Следующая наша остановка – это храм Районзи. Районзи – это один из самых красивейших храмов, буддийских храмов Японии. И один из главных символов города Киота, в котором он и располагается. Сам храм был построен в 15 веке. Но, как и судьба многих храмов японских, судьба Районзи тоже связана с пожарами. И свой современный облик он приобрел чуть позже, после уже строительства, после нескольких пережитых пожаров. Но есть одно уникальное место. Место, которое не менялось со дня постройки этого прекрасного храма. Место, которое не изменилось со дня его основания. И это главное достояние Районзи – сад камней. Сад камней, который раскинулся на территории этого храма. Он представляет собой прямоугольную площадку, засеянную белым гравием, которую ежедневно расчесывают специальными граблями, создавая определенный узор. И вот на этой площадке лежат 15 валунов самой необычной формы. И, что удивительно, с любой точки сада можно увидеть только 14 камней. А 15 камень скрыт от глаз таких вот обычных людей, которые приходят в этот сад полюбоваться, уйти от мирской суеты. И считается, что человек, увидевший 15 камней, все 15 камней, считается просветленным. Ну и, как я уже сказала, это удивительное место, в котором любому человеку захочется остановиться, уйти от мирской суеты, сесть, подумать о вечном, о главном и немножко отстраниться от этого суетного мира. И, несмотря на то, что основными религиями в Японии являются синтоизм и буддизм, ну, как-то ни странно, встречаются и храмы христианской веры. И один из них – это храм Никарайдо в Токио. Храм был построен в 1891 году в русско-византийском стиле. И его отличает внутреннее слегка напыщенное, очень яркое, такое вот богатое убранство. Ну и, конечно же, визитной карточкой храма является 40-метровая колокольня. Храм вмещает в себя в 2000 прихожан, и надо сказать, что в празднике он забит до отказа. Ну и храм посещают не только японцы-христиане, но и представители других стран, которые живут в Токио. А закончить этот выпуск я бы хотела рассказом об уникальном храме, который носит название «Золотой храм», «Золотой павильон», и звучит это как «Кинкакудзи». Кинкакудзи имеет богатую историю и не менее привлекает внимание туристов и вообще любителей архитектуры тем, что в 1950 году молодой монах сжег этот храм дотла. Ну вот, чем он руководствовался, одна из попыток понять, чем он руководствовался, представлена в, пожалуй, лучшем произведении японского писателя Якиоми Сима, которое так и называется «Золотой храм». Очень советую к прочтению. И надо отметить, что этот прекрасный золотой храм, который находится в городе Киото, изначально был резиденцией, местом отдыха императора Йосемицу. И Йосемицу задумал построить такое место, которое бы отражало собой рай на земле. И, надо сказать, ему это во всех смыслах удалось. И именно в этом здании, в этом месте Йосемицу провел последние годы своей жизни. Строительство храма началось в 1397 году. И уже после смерти императора в 1408 году его сын по просьбе, по предсмертной просьбе отца, передал строение школе Ринзай, в которой разместился дзенский храм, который до сих пор привлекает внимание туристов за счет того, что находится в уникальном природном комплексе и, собственно, своей формой, конечно же, тоже привлекает. Это три этажа кинкакудзи, которые отличаются друг от друга не только внешним видом, но и смысловой нагрузкой. Три этажа воплощают собой идею подводного, подземного мира, земного мира и, конечно же, мира небесного, духовного. Они отличаются своим внутренним и внешними какими-то особенностями. Первый этаж изначально предназначался для приема гостей, поэтому он был так скромно украшен, не отличается обилием каких-то декоративных элементов. Такой вот простой первый этаж. Все здесь выражено в таком вот японском минимализме. Ну, а стены второго этажа, уже поднимаясь на каждый уровень, мы будем сталкиваться с тем, как меняется пространство. Стены второго этажа богато украшены разнообразными, причудливыми, очень тонкими орнаментами, изображениями. Все дело в том, что этот зал Ивсемицу использовал для таких вот вечеров, музыкальных вечеров, вечеров поэзии. Ну и, соответственно, облик этого пространства должен был отражать вот эту вот смысловую нагрузку. А вот третий этаж ознакомит нас с императорской роскошью и оставляет неизгладимое впечатление. Но почему храм получил название «Золотой павильон», «Золотой храм»? Потому что второй и третий этажи отделаны пластинами золота, такими листами золота. Собственно, это и дало название храму. Ну и еще стоит отметить, что храм венчает изображение, фигура птицы Феникса. Она тоже позолоченная и тоже символизирует вот эту вот ковинтесенцию замысла Ивсемицу. Ну, в японской традиции птица Феникс является символом императорской власти. Ну и, конечно, общепризнанный символ птицы, восстающей из пепла. Собственно, кинкакудзе и есть вот этот вот золотой феникс, который восстал из пепла и поражает, и продолжает поражать своей красотой и абсолютной гармоничностью. Кинкакудзе расположен практически на идеальной гладкой поверхности озера Кюкодзе и окружен невероятно красивой растительностью, японскими соснами. Из воды торчат, как островки такие, выплывают камни разной формы. Ну и, конечно же, все это обрамляет и дополняет вот это вот величие храма и делает его образ абсолютно неповторимым. Уникальная история храма и, конечно же, это природное великолепие, которое обрамляет храм, все это привлекает огромное количество туристов. Сейчас к храму близко подойти нельзя, тем более нельзя проникнуть внутрь и насладиться интерьерами его, но это можно сделать по снимкам, которые вы можете найти и полюбоваться его внутренним наполнением. Ну, а тем не менее, несмотря на то, что близко к храму не подойдешь, большое количество туристов просто зашкаливает, что подтверждает, что это одно из тех прекрасных, невероятных, интереснейших мест в Японии, которое стоит посетить. Ну и, пожалуй, мы на этом закончим. Еще раз повторюсь, что огромное многообразие и невероятное разнообразие прекраснейших храмов в Японии, и этот целый мир, который стоит открывать для себя заново. Вот к чему вас и призываю. Но я хочу попрощаться. Матане! Матане! Продолжение следует...